всем привет банда на канале волк дальнобой сейчас я нахожусь в польше город не словится вот приехал на загрузку сюда вчера фирма мне нужно бимби название встал на паузу вот проснулся на 8 утра загрузка сейчас у нас без 10 8 я решил пройти пешком посмотреть где там вообще заезд где там и что там потому что по google картам ничего не видно здесь вот я вчера ехал видел табличка висит бимби направо сейчас посмотрим и буду грузиться бимби польска бюро куда-то туда нам бимби паркет куда-то сюда наверное в общем не знаю в чем проблема закрыта тема работы не написано звоню может они еще не работают с 8 часов загрузка на 8 час без пяти написано типа посторонним вот запрещен просим не входить на фирму с 12 на 3 в общем интересно интересно больше здесь некуда зайти 1 с 8 часов работают буду ждать пять минут в общем уже 10 минут 9 я не знаю тупо как-то на рецептам звоню никто не поднимает двери закрыты больше входа нигде нет но машины вот стоят какие-то значит кто-то должен быть короче бред какой-то полный бля что за дебилизм а здесь тоже что-то никто не приходит никого нету дверь вот открыта да банда утро начинается не с кофе а из понятных таких вот вещей меня это больше всего напрягает это такая хрень происходит что буду писать менеджеру 10 минут 9 но что здесь стоять буду полчаса пусть звонит пусть открывают где-то нашел я звонок еще здесь на калитке но что-то бесполезно никто не хочет выходить никто не хочет открывать да может у них вообще выходной суббота непонятно в общем достучался я до этой фирмы вышла там охранник по моему сказал что они сегодня не работают поэтому только в понедельник загрузка написал менеджеру он ничего не ответил в общем он мне сказал можешь там на паркинг стать потому что здесь немножко как-то стрёмно стоять никого нету ну там как паркинг там получается фирма транспортная вот и на территории как бы они сказали я сходил спросил что платная парковка 30 злотых сутки вот мне стоят сорок пятку конечно же я не буду платить он сказал можешь подъехать просто к фирме и там стоять там тебя никто не не побеспокоит просто так в общем поеду сейчас туда к фирме там есть хоть душ опять же магазина нет сейчас еще по google картам посмотрю вчера вроде так посмотрел близко здесь магазинов нет здесь не сам город я на окраине города нахожусь в общем не знаю так может прицепы отсыпил сидел магазин а сейчас тоже в магазинах польских только по три человека пускают я вчера ехал что в бедренке что в лидле стоят на улице очень много людей запускаются три человека а очередь на улице стоит короче до понедельника очень печально думал сегодня поеду выгружусь понедельник уже потому что это рейс от фракта и печально в общем как-то не очень хорошо до понедельника стоять больше в общем такие вот дела ребята в общем ребят поменялась ситуация позвонил мне менеджер сказал что подойди еще раз там тебя встретят загрузят в общем подошел встретил меня паренек сказал куда подъезжать с обратной стороны получается и вот я еду на погрузку буду грузиться и отправляться в германию вот такая вот погрузка под рампой здесь получается узенько так задом заехал туда гружусь на изломе небольшой такой излом чик ну как небольшой почти на метр вот но здесь места мало как бы вытягиваться смысла нет вперед там он все равно палеты не закинул в общем повезу 34 пустых палета и все остальное будет загружено у меня такой деревянной плиткой типа мозаики что-то вылаживают наверно этой плиткой может дома может еще что-то короче такой вот груз где-то так 34 палета и этой плитки еще надо посчитаться он загрузит запишу это все в смр-ку занесу ему поставить печати подпись и я уеду вот смотрите такая плитка какая-то деревянная видно состыковывается вместе и что-то с нее можно вылаживать там тоже впереди там палеты 34 палета я их не закрепил ну ладно резко разгоняться главное не стоит и все будет нормально потихонечку доедем нужно было закрепить передняя палета сверху пас накинуть но он как-то так быстро начал грузить что я даже немножко не поленился поэтому ладно там где-то пять палет торчит главное быстро не разгоняться чтобы они взад не пошли тормозить ничего страшного все будет нормально вот рискованный молодой парень в итоге что без 20 11 загрузка должна была быть 8 плохо очень плохо обстоят дела сейчас так как буду ехать допоздна теперь и планировал германии заехать в магазин по дороге но видимо не получится потому что я уже не успею до 8 вечера туда хотя не успею это на семьдесят двойки не успею наверно в польше не хочу никуда заезжать потому что очереди это очень много время потеряю в общем выдвигаюсь ехать мне восемьсот 70 километров и 768 еду я германия самый низ туда под швейцарию город мир ген займ мер гер займ короче пригород по картам посмотрел какой-то небольшой такой ну что погнали так заправился сейчас отмечаем в тримбле завершить заправку дизель танкование допелного так дальше литров сколько там литров у нас 208 и 420 628 литров 628 литров далее карты ротекс подтвердить и теперь нужно где-то на вот танкование еще раз завершить отблю танкование до полного до сколько литров отблю отблю 62 литра 62 литра окей карта ротекс подтвердить все сейчас я короче на паузу 30 минут на паузе постою покушаю такой вот бутерброд видите разорвили чека называется в качестве бонуса на заправки дали на 62 злотых бонуса было когда заправился вот взял еще такую вот штуку окна мыть надеюсь прикольная будет новую вонючку надо заменить потому что это уже хана выбросите дворы бульчика и одноразовые стаканчики в общем это в качестве бонуса все вот плюсы заправляться на битве в польше ребята сейчас еду еду придется ехать минимум километра ехать до двенадцати ночи как-то не кайф ну ладно я еще подумаю буду ехать и посмотрим может быть все проеду ну километров там 60 доставлю вот около сотни как-то так за ваше здоровье а а а а а а а а и а Граница польско-немецкая, смотрите в Польшу машины легковые, просто так не проезжают, что-то у них там досматривают, наверное спрашивают, есть колейка такая, неплохая. Маленькая, а грузовые по левой полосе едут без проблем, вчера я заезжал, без проблем заезжали, а сейчас конечно, смотрите, какая очередь большая, без легковых автомобилей, люди уже просто на автобанках выходили, потому что наверное не двигаются. А вон еще фуры стоят, ах, а что это такое, я что-то не понял, вчера по левой полосе фуры спокойно проезжали, но там видимо машины подперли, легковые левую полосу заняли, не могут рассосаться, поэтому стоят фуры. Там даже знак висит, что фуры просто проходят, смотрите, какая очередь жесткая. Странно, странно, как я на операцию здесь говорю, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Здравствуйте, я вот и Such a Существует, что в Киеве Проверка В Киеве Проверка В Киеве Проверка Пробода В Киеве В Киеве Уже 6 километров стоят. Тробочка 6 километров. Вот, ребят, вот, получается, один с километров пропичка с оселся. Нужно будет залезть в интернет, посмотреть, что там вообще происходит, почему опять такая ситуация. Знаете, ребята, что я думаю, что там какие-то неполадки. Мне кажется, фуры должны заходить, как они вчера заходили без проблем. Там, получается, перед самым ездом, да, где у них контроль якобы стоит, легковушки стоят сразу в один ряд, в правый паз, да, в одну полосу. А когда проезжаешь там километра два, еще накопилось легковушек с левой стороны. И там видно, что они потихоньку перестраиваются в правую сторону. Потому что они, наверное, начали лазить, и поэтому создали препятствие, грузовики проехать не могут. Потому что я вчера ехал, и было показано, что грузовым только по левым ряду ехать, а легковым по правому ряду. И вот, мне кажется, легковушки там начали щебиться, залазить, и в связи с этим получается такая пробка. ну, это 100%, я думаю. в общем, заехал я на парковку, я сейчас хочу посмотреть магазин по гугл-картам внимательно. Мне нужно в магазин заехать, еще только 15 минут пятого. Фу! И в идеале заехать в магазин, правильно? выходные. У меня как бы есть продукты, но чего-то докупить не мешало бы. Так, сейчас посмотрю по гугл-картам, где у нас по дороге есть магазин. В общем, нашел магазинчик Aldi. По четверке, получается, по пути я буду ехать недалеко от автобана, там километр, может, какой-нибудь надо заехать, купить что-нибудь вкусненького, правильно? Правильно. Вдеваем координаты себя на iGo и путь дальше. Так. Все, отлично. Промежуточный пункт. Погнали. Ехать мне до магазина сейчас с моего места назначения сто тридцать семь километров. Магазин работает, это, грубо говоря, пускай там час сорок, ну, к шести часам приеду. Сейчас 15 минут пятого. Я думаю, к шести часам должен быть. Ну, в начале седьмого, пускай. Aldi, до какого времени он работает? До восьми часов. Идеально. Даже если я к семье там приеду, если круто, то магазин до восьми часов, часа мне вполне хватит, чтобы закупиться. А сколько у меня там езды осталось, думаю? В машину пришел. У меня три часа, получается, вот три часа 19 минут я уже проехал. Короче, у меня остался час. У меня остался час. И до магазина, соответственно, я не успею доехать. И теперь магазин, по-моему, под вопросом. А поближе ничего больше и нету даже. В общем, печально. Печально получается. Но, возможно, сейчас, если постараться, каких-нибудь 20-30 минут, я думаю, у меня останется на магазине, если... Сейчас буду ехать постоянно 89. Сейчас я проеду 80. До магазина мне... Ну, да, сейчас проеду где-то даже 90 километров. До магазина мне там 140. И останется мне 50 километров. Это, грубо говоря, сейчас у нас пол пятого. Пол шестого я буду становиться на паузу. Стою я на паузе до, грубо говоря, 20 минут седьмого. И еду. Мне остается 50 километров. Я проезжаю, пускай, за 50 минут. И это сколько уже я там посчитал? Это пол седьмого за 50 минут. И это 7... Фу, 7.20 получается. И до закрытия магазина останется 7... Ой, 7, говорю. 40 минут. Ну, в общем, неплохо. Еду я вот по туннельчику такому. В принципе, время впритык будет по магазину походить. Как раз он закроется. Но... Главное, чтобы не было никаких шталл по дороге. И все будет нормально. Прием, прием. Буду съезжать через 2 километра. Давай, удачи тебе. Всего хорошего. Было приятно тебя увидеть. Молодец, что меня заметил. Классно. Классно. Спасибо и тебе. Спишемся. Давай. До новых встреч. В общем, ребята. Узнал меня подписчик один мой по дороге. Качественная ситуация была. И ехал я. И обогнал фуру. У него машина завязана на 85. Потом была горочка. У него Вольво 500. И под эту горку я немножко умер. И он меня обогнал под горку. Обгоняет и сигналит. Я смотрю. Что он мне показывает? Типа телефон. Я думаю, что ты мне показываешь? Потом он меня обогнал и начал показывать поворот. Типа, ну, вправо. Давай съедем. Ну, аварийку показывал. Поворот. Типа, усилийми меня, чтоб я вправо съехал. Ну, потом я уже такой начинаю думать. Телефон. Это. Короче, думаю, может подписчик какой мой. Короче, заезжаем мы на парковку. И он говорит, это ты? Там Волк вроде. Дальнобой видос на Ютуб снимаешь. Говорит, да. А он вроде, я тебя по майке типа узнал. Короче, побеседовали с ним. Туда-сюда. Оставили по 40 часов паузы. Даже не поел так молока, а подпил с печеньем. Вот. Поговорили. Потом еще ехали. Наверное, километров, может, 60. Он сейчас съехал. Я поехал прямо. Вот. По рации общались. В общем, нормально побеседовали. Нормальный чувак с Украины. В общем, как-то так. Приятно, конечно. Буду теперь в этой майке постоянно в эти мяшки ездить. Чтобы подписчики узнавали. Приятно было. Короче, классно. Еду я. В общем, скоро буду заезжать в магазин. А там уже потом проеду километров сто. И на паузу. Такие вот планы. О, местечко для хуры. Ага. А. Я надеюсь, сейчас будет где стоять. Возле магазина. Ну что, по Гугл-картам смотрел. О, это нам не здесь. Нам не здесь надо повернуть. оранжевые полетели опа вот этот магазин aldi talk где-то здесь должна поместиться наша машина здесь запарковался прям возле магазина движение здесь не активное такое машин что-то вообще минимально вот вот aldi магазин а вот я здесь потом придется задом как-то выезжать потому что хотя может там вперед проеду посмотреть магазин практически пустой ребята aldi суббота 8 час но вы как-то очень пусто хожу здесь один в общем что купил на недельку огурчики бананы апельсин два йогурта макароны кончаются котлетки такие куриные это мясо яйца майонез йогурт еще один молоко ножки куриные салат драники белый хлеб черный хлеб вот и 4 минералки ну конечно у меня еще еда есть помимо этого вот это все в холодильник здесь вот рыба красная короче там мясо сгущенка молоко тут еще немножко осталось молока получается 2 литра на неделю вот морозильник там полный поэтому недельку хватит поживем в общем сейчас едем дальше слаживаю это все забрасываю точнее потом уже буду аккуратно все слаживать потому что время уже на исходе половина восьмого и желательно поторопиться правильно правильно проехать еще хотя бы километров сколько у меня времени осталось времени у меня осталось два часа тридцать шесть минут где-то два часа осталось пока я в магазине был два часа хотя бы 150 проехать было бы идеально вот ребят вот это касается тех кто уже работает да смотрите не было ли у вас такого когда допустим стоите на 40 пятки когда вы уже там все свои дела подделали все сделали и вы такие вам нечего делать не знаете чем заняться смотрите там поп рэф поехал до легковушки едут погодка такая классная хорошая не хочется ли вам взять вот и просто поехать да даже будь это воскресенье вот у меня такое часто бывает нечего делать на выходных думаешь блин сейчас бы просто поехал сейчас бы включил музыку да и и просто ехал бы думал бы там о жизни о чем-то еще но это реально романтика просто едешь смотришь пейзажи разные постоянно машины катаются как бы солнышко там светит в общем ну кайф же когда на выходных нечего делать то знаю я иногда такие мысли даже посещают лучше я на рейфе работал там и даже воскресенье где-то ехал ну реально я не знаю может я неправильно как-то думаю или я что-то не то несу напишите в комментариях есть ли у вас такое понятно что допустим может кто-то любит там на выходных расслабиться выпить об этом не задумывается но вот лично я как-то об этом очень часто задумываюсь воскресенье там просто прокатиться даже вот сейчас в субботу еду до время 8 часов почти вечера и просто едешь и кайфово просто кайфово посмотрите автобан пустой но это в связи сейчас с карантином он такой пустой но все равно как даже когда выходные машины едут легковые да этих машин много но грузовых машин нет ты едешь просто по правой полосе себе там проедет несколько грузовиков и все это же романтика ну согласитесь пишите в комментарии ваше мнение по этому поводу и вот как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думал дальше проехать, но дальше заправок нету. Есть заправка только через 120 километров, а у меня времени 57 минут общего осталось, поэтому не успею, встал на парковку, до выгрузки мне еще 270. Ну вот, в понедельник выйду где-то, может, в часов пять, в начале шестого не спеша поеду, поеду к восьми там. В общем, такие дела, все круто, день классный, мне вообще нравится по выходным, если честно ездить, это вообще кайф. Машин мало, едешь, думаешь о жизни, и никто тебе не мешает, никуда не спешишь. Вот, сейчас буду кушать туда-сюда, курам вода, и смотреть фильм какой-нибудь, ложиться отдыхать. Завтра будет новый день, будут новые силы. Вот, в принципе, день такой был довольно-таки интересный, и вот встретился с подписчиком, надо было его снять или сфоткаться хотя бы с ним, что-то как-то первый раз, первая встреча. Не подумал об этом, ладно, другой раз буду иметь в виду. В общем, какой-то вот такой вот день у меня вышел, ребят. В общем, я уже в душе, ребят, сейчас у нас обед, воскресенье, помылся, побрился, постирался вот, ведерко. Здесь моя мыльно-брыльная, вот, такой вот обзорчик душа. Зеркальце, там туалет даже есть, умывальник, а здесь душ. Ну, это стандартный такой душ немецкий, везде практически такие плюс-минус отличия. Смотрите, какой общественный туалет в Германии. Классно, да, без воротки. Балкон дальнобойщик, сушка белья. Варю супчик, борщ. Чисто такой куриный борщ, ребят, так что подходите, угощу. Вот, курочка. Супчик, это хорошо. Сейчас со сметанкой зайдет, как дети в школу. В общем, что, ребят, будем мы заканчивать на этом наш видеоролик. А, кстати, 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 одну минуточку, одну секундочку. Где-то моя распечатка здесь была. Блин. А, нет, это не здесь она. Ё-моё. Обещал я, в общем, человеку, писал под прошлым... А, вот, нашел. Под прошлым видосом человек мне писал, что проехать за смену 790 километров нереально. Ну, не знаю, что здесь такого нереального. Он сказал, типа, типа, покажи распечатку. Вот, пожалуйста, смотри, друг мой. Для тебя распечатка 795 километров. Вот, видишь, 795. 9.55 вождения, времени. 795 километров. Ну, если можно и больше проехать. Можно 840 проехать километров. Просто я сказал, что это рекордный такой мой день в плане того, что у меня, помимо этого, 2 загрузки, 2 выгрузки было. И 795 километров. В общем, ладно. Распечатку ты увидел. Думаю, убедился в этом. Будем заканчивать ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто подписан на мой канал. А также те, кто не подписаны, тоже подписываемся. Приглашаю вас в гости и на борщ этот тоже приглашаем. В общем, все. Всем пока. До новых встреч.